Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и знаете, что я понял сегодня? Что компьютерные игры это зло, и я больше никогда не буду играть в компьютерные игры. Ладно, шучу, просто на компирус поймал, нужно было как-то его удалить, я надеюсь, что я удалил. Всем привет, ещё раз, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новое ви... А-а-а! Господи, это... А-а-а! Что это? Господи, темнота, кто свет вырубил? Я не понял, ребят, вы это видели? Это... Это что было? Это, погодите, может это на монтаже какой-то баг, может у меня на видео реально какой-то... Да нет, вроде... Чё за бред сейчас был? Это было очень странно, ребятки. Ладно, хорошо, давайте возьмём уже поскорее мотыгу, семена пшеницы, видимо, вирус из этого компьютера перебрался как-то ко мне в Майнкрафт. Я-я-я не знаю, ребят, но это было очень странно, какая-то чёрная непонятная фигня. Вы! Вот! Вот! Вот опять вылезла! Вот опять, ребятки! Вы... Вылезла! Смотрите, она... А-а-а! Пропала. Стоп. Вы... Вы заметили, ребятки? Вот! Вот! Смотрите! Смотрите, опять это... Это что это такое? Это... Это... Эм... Похоже... Знаете, на что, ребят, похоже? Похоже на крышку сундука, ребятки. Я вам серьёзно говорю. Вот, смотрите! И она уходит под дом. Вы это видели? Вы только что это наблюдали? Ребят, погодите. Уж не хотите ли вы сказать, что у меня под домом огромный сундук? Чё за бред? Вы... Ладно. Окей. Может быть, мне показалось. Я не знаю. Э-э-эй! Я не понял! Я не понял! Ты чё это за дела такие? Житель! Это вообще-то моя работа! Хлеб мой не отнимай, пожалуйста! Не надо тут огороды убирать! Я сам с этим справлюсь! Так вот, ребятки! Это, конечно, сейчас было очень... А-а-а! О, господи! Зачем так пугать? Ребят, не! Стоп! Я уверен, что это был никакой ни баг на записи, ни баг на монтаже. Реально, что-то открывалось! И... И по звуку было как сундук! Теперь я уверен на 100% что это сундук! Погодите! Уж не хотите ли вы реально сказать, что у меня под домом сундук, ребятки? Чё? Это бред! Короче, всё, ребят. Это надо проверить. Это точно надо проверить. Не сочтите меня за сумасшедшую. Я понимаю, это очень странно. Типа, под домом находится сундук. Чё? Но я должен просто, ребят, это проверить. Иначе я просто не усну спокойно. Так, ладно. Давайте ещё на всякий случай меч возьмём. Не спрашивать, зачем мне меч драться против сундука. Я сам не понимаю, но давайте, ребятки... Так, вот тут вот пока что выкопаем. И вроде нет ничего. Земля как земля... А! Что? Да вы серьёзно сейчас что ли? Да вы серьёзно сейчас что ли? Погодите! Аккуратно нужно спуститься! Ё-моё! Ребят, вы только посмотрите! Где вы ещё такое видели? У меня под домом, под моей деревенской кузницей, находится гигантский сундук, который больше меня в триллиард раз! Чего? Как он? Это он открывался. Смотрите, ребят, чё тут и... Да, это он открывался. Вот видите, крышка выходит за пределы вот этой вот комнатки. А кто его сюда поставил? Ребят, ещё буквально вчера я перекладывал пол в своём доме, и я ничего такого не замечал, да и раньше ничего такого тоже похожего не было. Ребят, это очень странно. Так, погодите, давайте-ка его ещё раз откроем. Что там лежит внутри? Ребятки, какие-то радужные бриллианты. О, погодите, не только, а нет, ещё какие-то предметы и... Опа! Книга! Книга, книга, книга! Тут чё-то есть? Тут чё-то есть? Тут чё-то есть! Давайте почитаем! Привет, я твой подписчик. Что подписчик? Помнишь, давным-давно я подарил тебе огромный сундук? Чё-то не помню, ребятки. Который оставил тебе возле кузницы. А-а-а! Ребят, я вспомнил, 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 вспомнил! Короче, у меня есть ролик на канале, который называется «Кто оставил этот огромный сундук возле моего дома в Майнкрафте?» И там мне подписчик прислал огромную гигантскую посылку. Неужто он второй раз мне её прислал? Давайте дочитаем дальше, ребятки. Я решил тебе подарить ещё один, но на этот раз решил положить его к тебе под кузницу. Так интереснее! Серьёзно, что ли? Да ладно, ребят, видимо, этот подписчик укомплектовал этот сундук, пока я был сверху, из-за этого он постоянно открывался и закрывался. Либо он хотел привлечь моё внимание. Так, ладно, но я помню, в прошлый раз, ребятки, он мне нереально крутую посылку подарил. Интересно, что будет в этот раз? Давайте посмотрим. Слушайте, а тут нет ничего наподобие факелов, не знаю. О, тут есть какая-то лампа. Интересно. Во, вот так вот намного лучше, ребятки, будет с лампой. Давайте поставим вот её сюда и... Э, а чё она потухла? Как её это? Э, лампа! Как тебя включить-то, ё-моё? Странно. Так, ладно, сундук у нас гигантский, реально большой. Я это уже знаю не понаслышке. Кстати, посмотрите обязательно этот ролик, который я говорил. Поэтому давайте посмотрим ещё, что тут есть интересного. Ну, понятно, что есть крутые какие-то радужные рубины. Я не знаю, для чего они нужны. Давайте проверим и для того, чтобы создавать радужные блоки. Точнее, раскрафчивать радужные блоки. Окей, я в этом не особо силён. Но также тут есть, ребятки, алмазные блоки. И причём алмазная руда тут, ребятки, ещё есть. Смотрите, самая настоящая. Я могу её просто вот так вот добывать и получать алмазики. Что ж, прикольно, прикольно. Но это ещё не всё. Я вижу тут ещё уйму интересных вещей. Блин, подписчик, если ты сейчас смотришь это видео, напиши, пожалуйста, в комментариях, кто ты. Потому что под прошлым видео, ну вот, про этот сундук огромный, ты не сказал, кто ты. Ты очень анонимно оставляешь вот эти вот все посылочки. Слушай, спасибо тебе большое. Напиши сюда что-нибудь и... Вау. А тут уже вещь какая-то серьёзная идёт, ребятки. Смотрите, тут само... Ой, ё-моё. Ой, ё-моё. Господи, господи, господи. Ребят, нужно аккуратнее быть. Тут ещё патрончики есть. И, кстати, они у нас заканчиваются с каждым выстрелом. Ну не, пусть лучше они заканчиваются. Мне такого добра не надо. Штука опасная. Я такое не очень люблю. Так, что тут ещё есть? Капкан. Ну-ка, что будет, если я на него встану? Ай! Больно в ноге! Ё-моё, ребята, как выбраться отсюда? Э, э, тихо, тихо. Давай без этого, а? Ну и куда-нибудь вот сюда последний факел. Всё, я думаю, так будет светлее, ребятки. Сгонял наверх, взял пару факелов. Ладно, хорошо, посмотрим, что тут ещё есть интересного. И, вау, тут какая-то есть дуделочка непонятная. Я, если честно, не знаю, как она работает, ребятки. То ли огнетушитель, то ли дуделочка. Ладно. Окей, тут что-то ещё есть. О, аптечка. Она мне как раз после капкана, ребятки, очень сильно нужна. Правда, я не знаю, как её... Нифига себе. Ребят, я, я ем аптеку. Я, я, я съел аптечку. Ха-ха. Я мощный, конечно. Я паренёк мощный, что вам скажу. О, тут есть генератор. Тут есть, ребят, генератор. Это вообще отлично. Только нужны для него инструменты. Найдите, они тут есть. Потому что генератор это вообще супер, ребятки. Не нужно больше мне будет топить печки и так далее. Потому что всё, что мне нужно будет, это бензин и инструменты. И всё, у меня будет бесконечное электричество, ребятки. Всё будет супер восхитительным. Так, что это у нас такое-то? Похоже, знаете, на что? На, на костёр. Реально, это какая-то, я так понимаю, штука. Тут раньше, типа, для костра. Да фиг его знает, ребят. Кстати, знаете, что я ещё заметил, ребятки, в сундуке? Тут есть вот такая вот интересная тема. Вот такой вот странненький динамит. Я его затыщу, но я боюсь, что он мне разнесёт всю карту. Поэтому, ребятки, в конце ролика. В конце ролика я обязательно это сделаю. Поэтому смотрите, ребятки, видео до самого-самого конца. Но тут есть что-то ещё, например. Например, да ладно. Да, этого быть не может, ребятки. Смотрите. Я, я думал, невозможно из этого построить портал. Но вы не поверите. Из варочных стоек, ребятки, вполне оказывается возможно построить портал. Ой, господи, прости. Ну, давайте попробуем, ребят. Это жесть какая-то. Я впервые такое вижу. И так я захожу, ребятки, в этот портал. И прямо сейчас телепорти... Ребят, у меня очень сильно лагает. У меня реально нереально лагает. Я вам вот что скажу. Как же, ребят, ужасно лагает в этом мире. Вы не представляете. А, это просто нереально. Как мне назад вернуться? Ребят, это жуткие лаги. Как? Я хочу назад. Я хочу назад. Не-не-не, спасибо. Так, ребят, я вроде выбрался из этого мира. Ну его нафиг. Я туда больше не ногой. Там так лагало. Я так долго из него выбирался. Спасибо, подписчик, за такой интересный мир. Но тут что-то было. И еще. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что это такое? Какой-то кейс. И там лежал, ребятки, вот такой вот меч. Кстати говоря, смотрите. Неплохой на 11 урона. Нифига себе. Мой железный меч и то всего лишь на 6. Вот это вот прикольно. Вот это, пожалуй, оставлю я реально себе. Но тут было что-то еще. Какой-то анколосал чест. Что это значит? Понятно. Это, ребят, маленький сундук. Блин, какой он крутой. Какой он милый одновременно. Он мне так нравится. Смотрите. Реально крутой. Вы хотите, чтобы я про него видео какое-нибудь записал? Спасибо, пожалуй, большое, подписчик, тебе за идею. Я заберу этот сундук себе. Потому что он мне нереально нравится. Я считаю, он очень крутой. Правда, его что-то сломать нельзя. Но это опять-таки не все. Сундук-то гигантский, ребятки, у нас. Сундук-то реально гигантский. Поэтому давайте. Опа, там что-то было. Там что-то, ребятки, было. И тут еще всякие штуки, дрюки. Я сейчас посмотрю на все, ребятки. Например, вот на эту. Что это за штука такая? Ой. Э, э, ты что? Мужик, мужик, ты с ума что ли сошел? Ты что такой опасный? Давай-ка этот, осторожней там. Делайся как-нибудь. А, это что у нас такое? Ё-моё, это какой-то эндермен. Господи, как тут, ребятки, страшно стало. Давайте отойдем от них подальше. Лучше возьмем в руки щит для защиты. Кстати, он очень красивенький. И посмотрите, ребятки, на него. Опа. И смотрите, такой красивый, прекрасный щит. Мне кажется, с ним даже можно играть, ребятки, в прятки. Реально прикольный щит. Слушайте, мне очень нравится. Я тут, ребятки, еще кое-что заметил. А именно штуки для создания големов. Я, по-моему, уже показывал это на своем канале. Или нет, не помню. Но тема реально тоже интересная. Я, наверное, тоже про нее сделаю видео. Потому что это очень крутая тема. В общем-то, я ее знаю. Блин, я неправильно поставил блок. Ладно, давайте сделаем тогда вот так вот, ребятки. Чтобы наглядно я вам показал, что произойдет, если я создам такого голема. У нас получится... А, бедолага! Не, не умирай, пожалуйста, не умирай. Не умирай, не умирай. Ты крутой, ты очень красивый. Короче, это голем из книжных полок, ребятки. Но есть также интереснейший голем из стекла. Да-да, не удивляйтесь. Вот такой вот, ребятки, крутой голем. Я тоже про них обязательно сделаю видео. Слушайте, а что мы тут крутимся в самом начале? Давайте в конец уж. Все равно сундук мы до конца не долистаем таким образом. Как красиво. Компот тут написан. Смотрите, броня, типа, мой скин. Семь алмазов. А почему именно семь? Типа, счастливое число. Ну ладно. А, почему восемь? Семь надо, чтобы ровно красиво было. Ладно, блин, давайте наденем эту броню. Я хочу просто смотреть, как она на меня будет смотреться. Ну, ребят, почти как мой скин. Почти как мой скин. Кстати, я вот эту вот штуку не проверил, что это такое... Е. Ребят, я только что сундук уничтожил. Я уничтожил сундук. Чёрт, зачем я это сделал? Чёрт, ребятки, предметы внутри сгорели. Но эта штука, она очень красивая. Я с помощью неё могу прямо сейчас выбраться, ребятки, наверх. Давайте я, в принципе, это и сделаю. Вот таким вот образом выбираемся наверх. И прямо сейчас я протестирую вот эту вот посиднюю вещицу. В принципе, сохранение деревни у меня есть. Посмотрим, как бабахнет этот супер лавалый. Лавалый, хотел сказать, лавовый ТНТ. Ой, ребят, что сейчас будет? Ой, что-то плохое сейчас будет, ребятки. У меня подлагал Майнкрафт. Ну, давайте, пока всё отвисает и проружается взрыв, я с вами попрощаюсь. С вами был я, Компот. Не забывайте ставить мне лайки, подписываться на мой канал сегодня. Один из моих подписчиков опять анонимно мне присл... Окей, прислал мне вот такой вот гигантский сундук. Всё, ребят, всем удачно, спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok